Всем привет! С вами Филипп и рад приветствовать вас на канале SkyHome. Развитие современных технологий дает нам огромный выбор по вариантам утепления загородного дома. Последние 10-20 лет на рынке появилось очень много современных утеплителей, которые применяются в загородном строительстве, в частности для утепления деревянных и каркасных домов. В этом видео я сделаю подробный разбор различных утеплителей, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Мы разберем все плюсы и минусы существующих утеплителей. Я расскажу, как их применяют и где их можно применять. Сегодня поговорим именно о самых массовых утеплителях. И это такой, так называемый, класс синтетических утеплителей. Мы не будем в этом ролике рассказывать про всякие натуральные утеплители, такие как на основе льна, на основе камышей, сена, на основе торфяных каких-то волокон. Такие, кстати, тоже есть, как выяснилось. Торфяной утеплитель такой тоже бывает. Мы будем рассматривать именно современные синтетические утеплители, потому что они существенно выигрывают по своим теплотехническим характеристикам по сравнению с натуральными утеплителями. С синтетическими утеплителями проще работать, их проще возить, хранить. У них гораздо больший срок службы. Но там сразу возникают кое-какие вопросы по применяемости их, по экологичности. И вот про это я сейчас все это расскажу. Утеплитель, который получил самое широкое распространение, это минераловатные утеплители. Минераловатными утеплителями, как правило, называют базальтовые утеплители и стеклоштабиковые утеплители. Из названия сразу видно, чем они отличаются. То есть базальтовые утеплители – это утеплители на основе базальтовых пород. Это породы, которые глубокого залегания. А стеклоштабиковые утеплители – это на основе расплавленного кремня, на основе песка. Это уже такие поверхностные породы. И отсюда сразу же можно рассказать про некоторые основные специфические их свойства, чем они отличаются. То есть и тот минераловатный, и тот минераловатный, но они отличаются между собой. Так как базальтовый утеплитель сделан из базальтовой породы, он сразу обладает свойствами базальтовой породы к огнестойкости. У него очень высокая температура плавления, порядка 800, ну минимум 600 градусов, как правило, 800 и более градусов по Цельсию. Соответственно, такой утеплитель очень хорошо, например, подходит для бань. Это, кстати, тоже очень актуальный вопрос, чем утеплить баню. Стеклоштабиковый утеплитель имеет более низкую температуру плавления, но, опять же, в абсолютных цифрах это порядка 300-400 градусов. И, опять же, очень хорошо подходит для бань. В банях у нас температуры редко могут превышать 120 градусов, поэтому практически все минераловатные утеплители хорошо подходят для утепления каких-то нагруженных строений и конструкций. Ну, в частном домостроении, соответственно, в бане больше всего подходит под это. Если говорить про плюсы и минусы, то, значит, к плюсам минераловатных утеплителей и базальтовых и стеклоштабиковых утеплителей относятся их достаточно высокий коэффициент теплового сопротивления. То есть, допустим, для примера, чтобы получить достаточно теплый загорный домик, достаточно всего там 150-200 миллиметров утеплитель. Ну, достаточно небольшая толщина. Почти у всех минераловатных утеплителей в них плюс-минус одинаковый коэффициент теплосопротивления. Потому что я там дальше буду еще рассказывать про другие утеплители, похожие на ваты, там всякие холофайберы и так далее. У них все примерно одинаково. У них только отличается цена и немножко отличаются физико-механические свойства. Раз произошла речь про цену, стоит сказать сразу, значит, примерный порядок цен буду называть и на данный момент, потому что он, скорее всего, потом поменяется немножко. Значит, минераловатные утеплители, условный квадратный метр утепления стены с толщиной в 50 миллиметров, будет стоить в пределах 120-160 рублей за квадратный метр. Срок службы практически всех минераловатных утеплителей это не менее 40 лет. Как правило, 50 и более. Здесь опять же от того, на какой основе он сделан, с применением каких смол он сделан и кто производитель, какие технологии он применяет. Ну, как правило, 40 лет это прям вот минималка. Еще к плюсам относятся, это, соответственно, то, что они не горючие, то есть они не участвуют в процессе пожара. Даже наоборот, в некотором смысле улучшают огнестойкость, допустим, каркасного дома, потому что заложенный базальт и утеплитель, допустим, в перегородках, он, соответственно, увеличивает живучесть стены, увеличивает ее огнестойкость. Еще один плюс применения таких утеплителей. Такие утеплители не требуют какой-то специальной техники. То есть вы спокойно берете руками, спокойно вставляете куда надо, если надо, дополнительно закрепляете какими-то тарельчатыми шайбами. То есть простой, спокойный монтаж с применением минимального количества каких-то приспособлений. По сути, нужен только нож. Но тут сразу, кстати, стоит сказать и про минусы этого. Допустим, да, поставить-то его просто, но так как все-таки это мелкие иголочки базальтовые или стекловолокна, они достаточно активно могут ломаться и отваливаться от этого утеплителя и летать даже в воздухе. То есть при работе с минераловатными утеплителями, базальтовыми и стеклоштабиками, обязательно надо применять, во-первых, респираторы, во-вторых, защитные очки. И очень желательно применять все-таки перчатки, причем достаточно большие, потому что, применяем, например, дешевый базальтовый утеплитель, он достаточно активно сыпется. Это сейчас мы еще один минус расскажем. И вот эти иголочки втыкаются прямо в кожу, и потом их оттуда очень тяжело отмыть даже. Иной раз мылом не отмоешь, это все начинает колоться и неприятно, и поэтому слизистые всегда надо защищать. И, кстати, еще вот как раз один минус, это то, что они довольно сильно сыпятся. То есть, опять же, если вы покупаете дешевый утеплитель, что базальтовый, что стеклоштабиковый, они могут сыпаться. Это связано с тем, что особенность удешевления технологии именно связана с тем, что применяют более дешевые связующие. Чуть по-другому делаются эти структуры волокон, чуть по-другому она накладывается. И приводит к тому, что дешевый базальтовый утеплитель по нижней ценовой планке, он вплоть до того, что он настолько сыпется, что вы берете его из пачки, пытаетесь донести до стены, а у него прям половина может отвалиться по пути, пока вы его несли. Вот настолько он, как бы, такой непрочный. Какая еще есть проблема? Утеплитель сделали на производство. Упаковали, куда-то швырнули, бросили. Он упал там, стрясанулся весь. Потом его грузчики закинули в грузовик. Там его еще везли, трясли, он весь там вот друг об друга терся. Потом привезли вам на объект, вот так с машины покидали. Он опять весь там по нему ногами ходили, пинали его. И в момент, когда, соответственно, начинается утепление вашего дома, вот эта вся пыль, накопленная в упаковке, между волокнами, она вся начинает летать активно. Вот это, так называемое, остаточное пыление после работы с дешевыми утеплителями, особенно базальтовыми утеплителями, оно достаточно плохо влияет на экологичность. Очень плохо влияет на экологичность. Моя, например, рекомендация делать вообще хорошую влажную уборку с применением хороших пылесосов после того, как вот вам дом построили, сдали. Вот желательно ему сделать нормальную, хорошую, качественную, в том числе влажную уборку. Именно чтобы убрать вот это остаточное пыление. Именно поэтому, кстати, допустим, все утеплители надо закрывать в пленку. Даже там, где не нужна паразеляционная пленка, все равно надо ставить пленку, хотя бы ветрозащитную, в перегородках, где-то в перекрытиях, чтобы именно не было вот этого упадания пыли из конструкции в помещение стен. Забыл сказать про один еще немаловажный минус. То, что минералы ватные утеплители, вообще все ватные утеплители, именно которые из волокон состоят, это капиллярно неактивные материалы. Что это такое? Влага, которая в него попадет по какой-то причине, она, скорее всего, там и останется, она не двигается сама по объему материала. Допустим, если кирпич положить в воду, то кирпич, так как это капиллярно-активный материал, он себя впитает в воду, и вода останет сверху кирпича. То тут нет. И какая здесь проблема? Чтобы в толщине стены, в утеплителе не конденсировалась влага, которая попадает из помещения с теплым воздухом в отопительный сезон, обязательно применять пароизоляционные, парозащитные пленки. Прям в обязательном порядке. Может быть, если только совсем уж в летний домик, который исключительно летом используется, можно на этом немножко сэкономить, как бы там бумагу применить дешевую. Да и то она сейчас не дешевая. Например, другие утеплители, про которые я буду рассказывать, там уже применение пароизоляционных пленок не обязательно, и даже иногда и не требуется совершенно. Точно так же, опять же, так как это банально вата, это волокна между собой сплетенные по-разному, ему обязательно применение ветрозащитных пленок, чтобы не выдувалось тепло вот из этих вот промежутков воздушных утеплителей. Сам по себе он, соответственно, сохранять тепло будет очень плохо. Еще таким достаточно явным минусом минераловатных утеплителей и вообще почти всех ватных утеплителей, это достаточно плохая звукоизоляция, поскольку утеплитель это, по сути, просто воздух, заполненный какими-то волокнами. У него очень маленькая плотность, и, соответственно, что такое изоляция звука? Эта задача задержать волну, чтобы волна не раскачивала конструкции, не раскачивала какую-то тот же самый утеплитель, не проходила дальше сквозь стену. Соответственно, чем тяжелее утеплитель, чем он более плотный, тем лучше обеспечивается звукоизоляция. И вот минералы ватные здесь как раз так, ну, слабенькие. Правда, делают сейчас и звукоизоляционные маты, и звукоизоляционные плитные утеплители, и из базальта и стеклоштабьковой ваты. Они чуть дороже, там по-хитрому навиваются волокна, склеиваются, там немножко по-другому делается сам утеплитель, по технологии накидывания волокон. Но, опять же, все равно, это не прям верх совершенства по звукоизоляции. Про что следует обязательно отметить отдельно? То есть, базальтовые утеплители и стеклоштабьковые утеплители, они бывают разной плотности и разными физико-техническими свойствами. Например, есть утеплители, которые предназначены исключительно для утепления полов. Они такие достаточно рыхленькие, и проблема в чем? Если вы его поставите в стену, то он очень слабенький, нажимаем с него упругость, очень тухлая, и он скомкается, и обратно в стене не выпрямится никогда уже. А на полах он, в принципе, довольно сносно лежит, но, опять же, чем дешевле утеплитель, тем хуже у него вот это восстанавливает свою форму. Допустим, если брать уже более дорогой, это тоже стеклоштабик-утеплитель, то он уже достаточно упругий, он спокойно держит форму, его можно накладывать в стену, он будет упираться друг в друга, в полах он будет меньше проседать, ну, соответственно, он будет более дорогой. Очень часто я слышу от заказчиков, что о какой плотности вы утеплитель используете? И у меня тут всегда вопрос возникает, а какая вам разница, какой плотности у нас утеплитель? Вы спросите, какой марки тогда мы утеплитель используем, предназначен для утепления стен или полов. Потому что, допустим, если сравнивать утеплитель стеклоштабиковый и примерно такой же утеплитель, даже на этих примерах возьмем, вот стеклоштабиковый утеплитель и базальт-утеплитель, вот они достаточно плотные. Но вот этот базальтовый, у него плотность раза, наверное, в 2,5 выше, чем у стеклоштабикового утеплителя. Но и тот, и тот очень хорошо сохраняет форму. То есть, неважно для теплосохранения, для теплосбережения, для того, как будет работать утеплитель в стене, не плотность важна, а важно именно то, чтобы утеплитель сохранял свои упругие свойства при вертикальной нагрузке, при большой вертикальной нагрузке в стене, когда утеплитель друг на друге стоит. И тут, кстати, у базальтовых утеплителей есть небольшое преимущество с точки зрения звукоизоляции, так как он более тяжелый, более такой плотный, он лучше обеспечивает звукоизоляцию в перегородках и в наружных конструкциях. Если, допустим, у вас дорога рядом проходит, то лучше, конечно, утеплять все-таки более плотными базальтовыми утеплителями, чем стеклоштабиковыми. Кстати, еще есть такой немаловажный момент, который немножко влияет на стоимость итогового строительства. То есть, утеплители, которые плотные, они очень плохо сминаются, и, соответственно, в упакованном виде они занимаются столько же места, сколько и в распакованном стене. А, допустим, вот такая особенность стеклоштабиковых утеплителей заключается в том, что большинство утеплителей, они могут быть спрессованы в упаковке, прямо буквально закручиваются. Это все спрессовано на заводе, приходит в очень сильно сжатом виде. И когда вы на объекте уже распаковываете утеплитель, ножом разряжаете пачку, она делает так бамс, и придавливает кого-нибудь к стене. То есть, он прямо спокойно набирает свою форму. То есть, у него транспортный объем в 2,5 раза, как правило, меньше, чем объем, занимаемый в стене. И вот с этой точки зрения, с точки зрения логистики, у стеклоштабиковых утеплителей, у них больше преимуществ. Но и современные, допустим, такие недешевые базальтовые утеплители, они тоже достаточно хорошо прессуются, но не настолько хорошо, как стеклоштабиковые. И тоже можно возить в довольно спрессованном хорошем виде. Про экологию забыл сказать. Значит, если кого все-таки смущает экологичность базальтовых утеплителей и стеклоштабиковых, вот эта вот остаточная пыль, вот эта колкость, необходимость работы в перчатках, и вы хотите все-таки более хороший, более экологичный утеплитель, то есть, например, утеплители не на основе неформальдегидных смол, как и в большинстве своем, стеклоштабиковый и базальтовый утеплитель, а на основе акриловых смол. Они, как правило, такого белого цвета, это тоже вата стеклоштабиковая, но в ней применяются акриловые смолы. И он уже такой более мягкий, он уже не колет руки. При монтаже, конечно, тоже, опять же, производитель говорит, надо использовать перчатки и респираторы, но от него нет такого большого количества пыли, плюс и сами волокна очень мягенькие. И вот эта акриловая смола, она получается совсем вообще не вредная. У нас очень много мы используем акриловых красок в интерьере, у нас там всякие акриловые эмали повсюду нас окружают. То есть, это более безопасный, экологичный материал. Но, соответственно, и цена у него дороже. Он уже дороже примерно на 60-100%. У него цена порядка 250-300 рублей за квадратный метр той же толщины 5 сантиметров. Еще один очень экологичный утеплитель, тоже напоминает по своей структуре вату, это утеплитель на основе холофайбера. То есть, все слышали слово холофайбер, очень часто он используется в одеждах, то, что мы носим к телу близко. По-моему, даже я видел, какие-то там технические подушки какие-то временные делают. Тут экологичность максимальная. У него теплотехнические свойства такие же, как у любой базальтовой ваты. Так как этот утеплитель холофайбер, это всего-навсего один вид материала, это полиэфирные волокна, которые термически скреплены между собой. То есть, они просто в ряд температуры склеились и все. Здесь нет никаких связующих. И вот у этого утеплителя, у него экологичность, можно сказать, максимальная из синтетических утеплителей. Ну и цена тоже, соответственно, уже подороже. Тоже порядка 300 рублей за квадратный метр условной 5-сантиметровой подушки. По своим теплотехническим свойствам он напоминает один в один практически все минераловатные утеплители. И также есть необходимость применения в обязательном порядке паразоляционных и ветрозащитных пленок. Утеплитель не рекомендуется использовать для бань. У него достаточно низкая температура плавления. Звукоизоляционные свойства сопоставимы со звукоизоляцией любых практически минераловатных утеплителей. На основе холофайбера также делают звукоизоляционные маты специальные. Но, опять же говорю, звукоизоляция не на высшем уровне у этого материала. И единственный существенный минус этого утеплителя – это, конечно, цена. В 2,5 раза он дороже практически любого минераловатного утеплителя. Следующий, наверное, по распространенности после минераловатных утеплителей – это утеплитель на основе пенопластов и экструдированного пенополистирола. Пенопласты и полистиролы – это все преимущественно используются в домах, которые сделаны СИП-панелей. То есть, вот классическая СИП-панель, в которой посерединке пенопласта и с двух сторон какой-то обшивочный материал приклеен. Чаще всего ОСБ или ЦСП плита. Такой утеплитель немного более теплый. Это у нас XPS – экструдированный пенополистирол. Он чуть более теплый, чем минеральная вата. Примерно процентов на 15. Значит, соответственно, его по толщине нужно чуть меньше, чем минеральная вата. Но тут вопрос, соответственно, в экологичности. То есть, если эта фигня горит, то горит она прям конкретно. То есть, она сама все горение не поддерживает, но температура плавления у нее гораздо ниже. И при достаточно большом нагреве она выделяет очень много ядовитых веществ. Все-таки это тоже формальдегидные пенопласты. Это все такое достаточно вредное. Вот эти химические соединения, из которых сделан пенопласт, они достаточно летучие, они через кирпичную стену спокойно проникают. Допустим, дом из СИП-панелей в обязательном порядке должен использовать принудительную систему вентиляции. Потому что, если, допустим, дом у вас закрытый, не проветривается, через некоторое время, через неделю, там скапливается опасное для жизни, то есть, некобы превышаются предельные нормы допустимых значений по концентрации вот этих разных формальдегидных испарений. Если проветриваете, проблем никаких нет, но проветрить надо обязательно. И, кстати, есть такая характерная особенность. Если зайти в построенный дом из СИП-панелей, который еще не жилой и не эксплуатируется, и он закрытый, то там прям есть такой определенный запах вот этих вот невкусных, некачественных испарений формальдегидных. Но зато более теплый. Если говорить о плюсах, то очень легкий материал. Он легко монтируется, легко режется. Работа с ним не требует каких-то специальных защитных средств. Он сам по себе не пылит, не кусается. Можно даже без перчаток, без очков спокойно с ним работать. Также при помощи ножа легко все режется, вставляется в конструкции. Еще к плюсам можно отнести то, что нет необходимости применять пароизоляционные и ветрозащитные пленки. Но отсюда, кстати, выходит и несколько минусов. Так как материал паронепроницаемый, а, допустим, применять его в каркасном доме довольно рискованно, в силу того, что когда вы вставляете его в стену, в каркасную, он стоит у вас вплотную, еще и на пену посаженный к доскам, то попавшая влага внутрь стены, например, по стыку сип-панели или по стыку какой-то отделки, может накопиться в доске, и доска не сможет ее адекватно выветрить. Потому что у вас со всех сторон утеплитель, по сути, запечатывает эту деревяшку в паронепроницаемую оболочку. Поэтому при утеплении дома именно вот такими пенопластными, электродированными пенополистиролами, необходимо использовать качественную, максимально сухую доску для строительства силового каркаса. Иначе может все это дело очень быстро стухнуть и сгнить. По поводу транспортировки, он, соответственно, непрессуемый в абсолюте. То есть, сколько он занимает места в стене, столько он будет занимать место в грузовике. Цена примерно в два раза выше, чем минеральная вата. Причем даже сравнивать сопоставимый эффекциент теплосопротивления. Срок службы не меньше 50 лет. Подходит для загородного строительства практически на все 100%. Единственное, только еще раз, в бане лучше не тащить. Все-таки особенно пенопласты при нагреве свыше 80 градусов начинают уменьшаться в объеме. Как бы так сплавливаются друг в друга. Так, раз дошли про рассказ про жесткие утеплители, соответственно, главный конкурент вот таких утеплителей, это утеплители на основе PIR. PIR – это такое невыговариваемое название. Тут будет написано, как это правильно читается. Я его запомнить не могу. Значит, он, по сути, напоминает экструдированный пенополистирол, но это совсем другой материал. И главная отличительная, положительная черта этого утеплителя – то, что у него гораздо более высокий коэффициент теплового сопротивления. Он примерно в полтора раза теплее, чем базальтовая вата. То есть, допустим, если базальтовый ватый вам надо 200 мм, то тут вам достаточно буквально 100 мм, чтобы получить аналогичный коэффициент теплосопротивления ограждающей конструкции. Его очень полюбили те, кто строит фахверки. Так как фахверк, там у него есть своя такая специфика отделки, когда у вас несущие стойки, и отделка ставится между стойками, то, соответственно, у вас место очень ограничено для утепления. И вот они очень полюбили вот этот вот утеплитель, потому что он достаточно тоненький, и тепло обеспечивает прямо за глаза. Но есть огромный, прям охренительный минус. Он очень дорогой. Он примерно в 4,5 раза дороже, чем базальтовая вата или стеклостайпиковая вата. По поводу температуры в применении. У него температурный диапазон позволяет его использовать для бани и каких-то теплонагруженных конструкций. У них даже есть, если брать утеплитель компании TechnoNicol, Logic Peer, у них есть линейка именно для утепления бани. Он еще с фольгой с такой наклеен. То есть для бани подходит прямо на все 100%. Причем настолько подходит хорошо, что можно, в принципе, баню организовать даже в квартире, поставив банально 5-7 сантиметров на стены. Ну, кстати, баню нельзя в квартире делать, если что. Ну, делают. Также, допустим, если вы утепляете какой-то небольшой балкон, да, вот очень частое у нас явление в стране – это утепление при соединении балконов к квартире, то, чтобы не увеличивать толщину утепления и не уменьшать тем самым за счет толщины стен объем балкона, вот хорошо использовать как раз вот такой утеплитель. Его нужно буквально, с учетом даже того, чтобы какое-то теплосопределение есть в конструкции, достаточно 5-6 сантиметров всего, ну, максимум 7 можно использовать. И будет очень теплый, хороший балкончик. Опять же, подходит для каких-то вот специфических целей. Просто так повсеместно применять его, опять же, для утепления домов. Во-первых, очень дорого, прям очень дорого. Во-вторых, опять же, этот материал паронепроницаемый. Аккуратно надо подходить к утеплению, особенно снаружи деревянных домов. На основе этого утеплителя, кстати, делают и СИП-панели, но они по цене уже сопоставимы там со стоимостью каменного дома. Там цена уже зашкаливает совершенно. Но если надо быстро, тепло и прям вот что-то такое, прям нереальное по скорости нужно, то СИП-панели из такого материала будут, наверное, максимально теплые и максимально быстро будет построен дом. Еще одним из таких утеплителей, который получил большое распространение в последние вот несколько лет, про него много рассказывают в интернете, это эковата. Только в отличие от такой вот, которая вот такая, прям конкретно вата, эковата, она все-таки не ватную структуру имеет, а это, грубо говоря, перемолотая в мясорубке макулатура. То есть это такой рассыпчатый материал, он поставляется в мешках, как мусор, он сыпется, у него нет связи между волокнами. То есть если вы берете минераловатный утеплитель, он связан между собой, его так просто не порвешь, он связан между собой. То там нет, там каждая вот частичка, она отдельно, она так вот засыпается в конструкции. Или сейчас применяют это, задувают в стены, то есть подготавливают стену, зашивают пленкой, туда специальной машинкой с турбинкой задувают эту вату, немножко предварительно ее смочив, чтобы она как-то слепалась. На самом деле, например, для утепления стен, если уже брать нормативные документы, своды правил, то насыпные материалы вообще-то нельзя для утепления вертикальных конструкций использовать, потому что они могут со временем спрессовываться и сминаться. Но это применяют так, говорят, что это нормально, я сам лично не вскрывал, такие дома не видел спустя там 5 лет, что там куда высыпалось. Применяют. Офигенный материал подходит для утепления перекрытий, особенно перекрытий межэтажных. Материал получается плотный, такой, не связанный между собой, и он обеспечит офигенную звукоизоляцию, при том, что у него довольно вменяемое тепло-сопротивление, похуже, чем у минеральной ваты, но сопоставимое, то вот звукоизоляция у него прям сразу на порядок лучше, чем у любых ватных утеплителей. Достаточно экологически чистый, потому что, по сути, бумага, ничего там в ней такого вредного нету, там никаких связующих компонентов химических нету, можно работать спокойно. Ну, конечно, пыль есть, когда вы мешок открываете, пыль какая-то летает, но вы там от этой пыли сразу в обморок не упадете. Желательно использовать это также защитное средство, но спокойно можно опять же работать с утеплителем самому. Если утепляете перекрытие, то вообще никаких приборов, инструментов, ничего не нужно. Прямо высыпали, уплотнили его, и все нормально. Вот задувать стенки самому без специальной машинки тяжеловато. Есть на Ютубе люди, которые умудряются сами вручную напихивать это в стены, но, по-моему, это вообще адский труд, и этого не стоит совершенно никак. Особенно с учетом того, что он все-таки дороже, тоже так где-то под 250-300 рублей за квадратный метр, той же толщины, там, в 5 сантиметров условно стоит, то вот этим мучением, мне кажется, ну, совсем ни к чему. И вообще, если дело касается утепления и вообще строительства домов, то лучше обращайтесь к профессионалам, потому что они и материал правильный закупят, который подходит для конкретных целей, и у них приборы есть, и оборудование для работы с этим материалом, и, соответственно, обученные рабочие. Не экономьте здесь, не занимайтесь самостроем без лишней необходимости. Если вы утепляете свой дом прямо сейчас, вы можете обратиться к нам за помощью. Ну, а мы идем дальше, и следующий вид утеплителя, который все больше и больше с каждым годом набирает популярность, это мягкая древесно-волокнистая плита. Что она из себя представляет? Это тоже, по сути, мелкодисперсные такие опилочки бумажные, намоченные, спрессованные под большим давлением. Получается вот такая вот плита, они есть разной толщины. Как правило, используется она в основном для наружного утепления в качестве ветрозащитного барьера. Это вот прямо ее фишка. Она пропитана снаружи водоотталкивающим слоем, дополнительно улучшает общую и теплоизоляцию дома, и хорошо улучшает звукоизоляцию ограждающих конструкций. Но в качестве, допустим, основного утеплителя ее использовать совсем не рекомендуется, потому что, во-первых, она стоит вообще просто конь, и плюс она достаточно плохой коэффициент теплосопротивления имеет. Она примерно в два раза холоднее, чем базальтовая или стеклоштапиковая вата. Но вот именно в качестве каких-то ограждающих барьеров, в качестве замены ветрозащитным и подкроельным пленкам, вот этот материал как раз прям очень круто подходит. Если, конечно, позволяет бюджет. Потому что материал, повторюсь, вообще ни разу не дешевый. По поводу горючести. Он формально вроде как бы не горит, но наши эксперименты прямо вот здесь буквально привели к тому, что у меня коллега поджигал этот утеплитель. Он вроде не горит, но ты его потушил, а он берет и тлеет все равно. Он постепенно тлеет, тлеет, тлеет. Он за полдня там стлел кусок целый. Поэтому вот на это свойство надо обратить внимание. Если у вас рядом жгут траву, то лучше, чтобы у вас этого утеплителя в стене не было. Потому что если попадет сюда искра, это начнет тлеть, то он весь стлеет в итоге на стене. То есть он прям реально тлел у нас сутки. Мы его принудительно водой заливали. Но так сам по себе он не горит. То есть его там греть, он не распространяет пламя, не участвует в таком активном горении. Подходит, кстати, для бань, но так, ограничено. То есть с обязательным применением пароизоляционных пленок. А пароизоляционные пленки в бане, опять же, они должны быть определенных свойств. Они должны выдерживать высокие температуры. И не разрушаться. Потому что не каждая пароизоляция подходит, например, для бань. То есть вот можно, но опять же сам производитель говорит, ну типа, ну а зачем? Для этого есть более эффективные и подходящие материалы. Ну, если очень надо, то можно. Так, ну и срок службы тоже. В общем, практически у всех утеплителей срок службы 50 лет и более. Это не исключение. Следующий, довольно известный и популярный материал. Все его знают, кто сталкивался с ремонтом в квартире. То есть ламинат кладут на дешевую, когда подложку, вот как раз из такого материала. Пененый пенополиэтилен. То есть реально полиэтиленовый пакет, каким-то образом надутый до состояния такой пупырчатой массы. Довольно хорошее теплосопротивление имеет. Бывают даже утеплители, выпускаемые там из 150 и 200 миллиметров. Можно, то есть, заталкивать его в стену. Единственное, что опять же, с учетом того, что это паронепроницаемый материал. То есть каркас стены или конструкции, которые вы ему утепляете, должны быть максимально сухие. Вот в таком виде часто применяется, то есть толщинами от 3 до 10 миллиметров. Он подходит очень хорошо для дополнительного утепления помещений изнутри, деревянных именно помещений. То есть он дополнительно, как пароизоляция, работает очень хорошо. У него есть вот этот фольгированный слой, который дополнительно отражает в помещении тепло, связанное с излучением. Добавляет немного звукоизоляции. За счет своей такой вот пупырчатой структуры, где нельзя категорически применять утеплитель. Исключено вообще применение в банях, потому что это полиэтиленовый пакет. Полиэтилен не выдерживает высоких температур вообще никак. То есть он там просто стечет у вас вниз, там сплавится со временем и не перестанет работать. И нельзя вот такими тонкими утеплителями утеплять дома снаружи. Очень часто я езжу по Московской области, вижу, как дома утепляют снаружи вот в такую вот полиэтиленовый пакет. Это все. Это прям приговор дома. Ему там, если он внутри имеет систему отопления, им постоянно пользуются, то, скорее всего, дом за год сгниет прям напрочь. Это только изнутри, под какую-то внутреннюю отделку. Снаружи вот это вот утеплять каркасный дом вообще ни в коем случае нельзя. А почему, если снаружи нельзя, то... Паропроницаемость. То есть вы получаете, как пароизоляция идет, и пароизоляцию надо класть максимально близко к внутренней отделке, то есть со стороны теплых помещений. А со стороны внешней отделки у вас должна быть ветрозащитная пленка, которая пропускает пар, а он пар не пропускает. Получается, у вас внутри пароизоляция, снаружи вы завернули в пароизоляцию, а влаго все равно в стену попадает, все равно гонимая разница температур, воздух туда попадает и конденсируется там. Естественно, у него нет возможности выйти из стены. И поэтому каркасник вообще категорически нельзя, да и брусовой дом тоже. Брусовой дом у него хорошая паропроницаемость. Завернув его в такую полиэтиленовую упаковку, в пакет, грубо говоря, вы просто сделаете там сыр до рублю из дома, и все. По стоимости он примерно в 3-3,5 раза дороже, чем минераловатные утеплители. Опять же, это при сопоставимых толщинах. Если вы берете и используете такой достаточно тонкий материал для каких-то вспомогательных целей, то, конечно, он не такой дорогой. Очень хорошо подходит именно в качестве вспомогательного, в качестве дополнительной пароизоляции, дополнительной звукоизоляции, дополнительной теплоизоляции. И, наконец, еще один такой, еще пока достаточно экзотический, но все-таки набирающий популярность утеплитель. Это утеплитель на основе вспененных пенополиуретанов. Что это такое? По сути, так вот, если абстрагироваться от технических нюансов, это монтажная пена. То, чем окна запенивают, двери запенивают. То есть, вот такой материал. Единственное, есть нюансы. То есть, есть материалы пенополиуретаны легкие, с открытой ячейкой. Это, в частности, монтажная пена, как правило, дешевенькая. Она для утепления домов вообще формально-то и не подходит. То есть, конечно, делают, используют, но, как бы, не тот этот материал. Особенно с учетом его цены, которая от 10 до 20 раз больше, чем стоимость минераловатных утеплителей при сопоставимых значениях теплосопротивления. Для каркасных домов, вообще для утепления конструкции, больше подходят пенополиуретаны на жесткие, на основе фреонов. Но они стоят, говорю, там, тупо в 20 раз дороже. Да, его зато толщины надо, допустим. Если у вас там стандартный дом утеплен в 200 миллиметров минеральной ваты, то пенополиуретаном вы можете обойтись там буквально 7 сантиметрами. 10 это уже прям даже с запасом будет теплее, чем минеральная вата. Плюс, в силу того, что он напыляется и вспенивается, как пена, он заполняет собой все-все-все прям ячейки, все погрешности, все там щелки между конструкциями, между каркасами. И за счет этого получается прям абсолютная герметичность у дома. Но, говорю, опять же, паронепроницаемый жесткий пенополиуретан достаточно ограниченное применение в загородных домах, потому что он паронепроницаемый, и можно просто спреть всю конструкцию, стукнуть. То есть тут надо очень аккуратно. Ну и плюс, говорю, опять же, цена прям вообще невменяемая, все привозное, все компоненты покупаются за евро, евро растет, и сейчас он, конечно, широкого распространения дальше не получит. А вот связаться прям совсем с дешевыми пенополиуретанами на водной основе, я бы, наверное, не рекомендовал, в силу того, чтобы все-таки не для этого предназначены утеплители. Поделитесь в комментариях, какие утеплители вы знаете, и чем утеплен конкретно ваш дом. Было бы интересно почитать. Вот такие виды утеплителей мы рассмотрели. Грамотно выбирайте утеплители, которые подходят именно вам и под ваши задачи. Ставьте лайк, если было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал. Здесь мы рассказываем все о строительстве доступным и простым языком. А с вами был Филипп и канал SkyHome. До новых встреч!